Канал Аль-И'тисам представляет С именем Аллаха, милостивого и милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения Аллаху, его пророку и посланнику Мухаммаду, его семье, его женам, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня. Мы продолжаем цикл лекций «Основы шиитов». На прошлых передачах мы рассказывали о книге «Аль-Кафи», которая является у шиитов самой достоверной из всех, которые когда-либо были написаны. И именно о тех удивительных вещах, которые шейх для нас собрал, и мы познакомили с ними всех слушателей и всех зрителей. Неважно, будь то это сунниты или шииты. В сегодняшней передаче мы хотим обсудить удивительные фетвы шиитских ученых. Шейх, могут нас обвинить в том, что мы приводим слова каких-то заблудших людей, бедатчиков, сектантов? Или это какие-то признанные ученые у шиитов, и мы можем это доказать, исходя из этих же самых книг? И вообще, как шииты различают, что является достоверным, что недостоверным, какие снады слабые, сильные и так далее? Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, иншаллах, зрители тоже услышат, какие удивительные вещи. Мы сейчас принесем из их книг, но как ты говоришь, они могут обвинить нас, что это книги не авторитетные книги у шиитов, нет. Потому что те книги, которые мы сейчас приведем, самые авторитетные книги у шиитов. Усалу аль-Шиа, Бихару аль-Анвар, Акафи, Фурор аль-Кафи, и другие книги, которые мы сейчас приведем, все они авторитетные книги у шиитов. У шиитов даже, чтобы узнали, ахлю суннам, например, в шафельском мазабе есть, какие книги достоверны во фикху, например, которые фатфу даются, например, в Китабу Нава Минхаж, вот так. У ханафитов есть книги, которые фатфу даются именно. И также, например, хамбалитов есть, и также малекитов есть. У шиитов нету такая книга, которая, можно сказать, вот эта книга более достоверна для фатфы. Из которой нужно хакмабарит. Нету у них такая книга. Вообще, в фикху Джафари такой книги нету. Почему? Потому что это основа, это не фикхистская группа, это шиити. Это шиити политическая группа. Из этого у них нету, как у ахлю сунны, по мазабу, например, мазабу Шафия, который они сами называют пятые мазабы или что-то, приняли туда-сюда. Это все ложь и вранье. Нету такой книги, которая достоверна. И вот эта книга достоверна по фикху, которую можно фатфу давать. Можно уточнить этот момент, шейх? То есть, мы не можем сказать, что в их книгах содержатся какие-то ривояты и асары и сообщения, которые по цепочке передатчиков доходят до пророка Салса. Не только книги, ни один хадис достоверный, даже не по нашим условиям, даже по шиитским условиям, ни один хадис достоверный и снадом нету от передатчика до пророка Салса. Не говорю я целые книги, как у нас в Саиле Бухарина. Ни один хадис нету достоверного и снадом по их цепочкам от предатчика до пророка Салса. По большей боли того, как у них бывает? Джа'фу Русадык сказал, от Джа'фу Русадык до пророка более 100 лет. То есть, кто все эти люди? Между этим должен быть 3-4 человека, между пророком и Джа'фу Русадык. Но они, что говорят, это Аимма. От Аллаха, откровение приходит к ним. Они же не ошибающие, как они передают. Это тоже на Татраговисе. Это не мои слова. Мы знаем Аль-Хурру Амили в своем книге «Васа Аль-Ушиа» говорит. Тогда почему вот это, которые здесь даже в цепочках, которые в их книгах есть, они напоминают, почему для него? Для них это и снад. Если они даже на снад не смотрят, на цепочку не смотрят, достоверно или нет. А зачем они перечисляют всех этих людей? Им хватает основы, если достоверный человек, Джа'фу Русадык передал, Алимна Биталия передал. И также, как тебе сказать, например, Катин передал их книгу Аимма. Этого хватает им. Этого и снад достоверности нет у них этого. Просто сами говорят. Тогда почему, говорит, что за польза, за то, что мы приводим это из снад? Мужаррадут табаррук. Просто для барраката. Второе. Чтобы эта цепочка была связана, чтобы была для этого. И второй. Второе, послушай. Второе, чтобы, который Амма, кого они называют Амма? Мы называем, нас простолюдными, они называют Ахлю Сунна. Да, у суннитов. То, что их не упрек, чтобы оттолкать, что в вашей снаде нет то, что говорится, чтобы этого, от этой защиты, что было, из этого мы эти снады приводим. Прямо это говорит Аль-Хурру-Л'Амали, Васаилу-Шиа. Он очень авторитетный ученый. В 1104 году, который умер. Васаилу-Шиа. Вот эта книга. Тридцатый том. Больше стоит. Тридцатый джуз. Двести пятьдесят восьмая страница. То есть, подождите, не для того, чтобы доказать, что сообщение достоверное, а чтобы от суднитов не было упреков? В первую очередь, чтобы барака. Вторую очередь, чтобы сунниты упрекают, у вас в хадисе нет цепочки. Чтобы эту упреку убрать. Прямо так говорят. Чтобы этот упрек, чтобы убрать, мы это из Санеды приводим. Из этого я говорю, нет у них, это достоверное нет. Любые хадисы могут говорить, это недостоверное, когда им не нравится. Хотя они убеждены, что все здесь достоверные. Просто, когда им приводишь этот хадис, у них токия, 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 известные же. Они могут тебе соврать, чтобы этого упрека не было. За это упрек, даже если им это Санед приводит, они, это не я говорю, это сам Хурр-Амили, очень авторитетный ученый, окруженный шаид, любой шаид, ученый шаид знает его, его слова, когда даже в лекциях слушаешь, приводит тоже. Более того, я тебе скажу, Али ибн Абиталиб, он их имам или наш имам? Он наш имам. У них даже сто хадисов не найдешь от Али ибн Абиталиба. Не найдешь. Ни один хадис, достоверные цепочки ты не найдешь, ни один даже от Али. Али Сунна и Аль-Жама'а, у них целый тама книг фиқху Али ибн Абиталиб. Фиқхи, которые передали от Али ибн Абиталиба. Али Сунна писали эти книги, передали фиқху Али ибн Абиталиб. Это Али ибн Абиталиб, Хусейн ибн Али, Хасан ибн Али, Джаффару Садик, это ученый, Али Сунна и Аль-Жама'а. Мы это докажем до конца этих лекций, иншаллаху Та'але. То, что они говорят, для чего этот истинад приводят эти люди. И пусть не разговаривают у нас достоверный истинад, это недостоверное. Нет у них истинады. Иншаллах, мы объяснили, какие книги мы будем привозить, и что означает у них истинад. Истинад, это знание Али Сунна и Али-Жама'а. Истинад, это знание нашего уммата. До нашего уммата точно такой цепочки не знали. Почему? Передавали через 100 лет, через 50 лет, после смерти даже пророка, и между ними, может быть, 5-6 человек, неизвестных людей. Эта цепочка, этого уммата, это знание, этого уммата, даже истории, которые сейчас приводят в других стран, на уровне неслабого даже, хадис Мункер даже на уровне не доходит к той истории, которую приводят другие не мусульмане. А, в общем, история человечества. Даже не от этого уровня не доходит. Али Сунна, от тебя я услышал, ты от кого услышал? Я услышал от этого человека. А он откуда? От того услышал. Вот это все люди потом твою историю изучают, жизнь, какую твою память, забывчивую или нет. Твое убеждение какое? Обманывал или нет? Обманывал или нет. Убеждение какое? Потому что смотреть, по твоему убеждению, может быть, ты какой-то хадис приводишь, не принимают. До такой степени изучают человека. А они только Иснад приводят, чтобы упреки не было, и для Барака, это не я говорю, это Хурр-Ам, или шиитский имам говорит. Я даже где-то слышал, что такой науки, как Мусталях хадис, вообще больше в мире не существует. Нету, нету, кроме мусульман. Они признают, усуль фикх, усуль хадис, шиитский ученый признает, что мы ахли сунну взяли. Это действие тоже, живая. Начнем, какие удивительные фатфы есть, начнем с первого саакиды. Садуq, мы знаем тоже, один из авторитетных ученых, в своем книге, Маани-ль-Ахбар, он передает, он говорит, я, Абу-Исхак, Абу-Исхак, Абу-Хуза'я передает отцу и отца, я, говорит, зашел с Абу-Абдуллахом, в Абу-Абдуллах, жа'фу-р-садих, с ним зашел, кому? Абдуллах, некоторыми людьми, которые его подчиненными, для чего? Чтобы посвящать за то, что он болел. Зия разделали больному человеку. Зия разделали больному человеку, и он говорит, мы видели, этот человек, ах, ах, кричит от боли, кричит, ах, стонет. Да, стонет, ах, кричит. И мне, я, говорит, сказал, там был Жа'фу-р-садих, Абу-Абдуллах, хотя он был, я сказал, о, мой брат, удху-р-раббак, вастагиз билллах би-хи. Зачем ах, кричит? Говорит Аллах. Проси Аллаха, изличение, изличение, приноси Аллах. Почему? Просто ах, кричит. Абу-Абдуллах сказал. Инна ах, исмун мин асмайиллах. Аззава, фаман кала ах, фа кадыстагат билллахи, табарака ва-та'аля. Фа истинна ах, говорит имени, Субханаллах, это Абу-Абдуллах не сказал, мы сейчас говорим и повторять будем. Все, которые, что он сказал, это шиит, и так говорят, но Абу-Абдуллах, и Али-Ибн Абиталим, от этих слов чист. Инна ах, поистине, говорит слово ах, да, да, ах, стонет, от боли, да, это говорит, это говорит, Исмун мин асмайил, это говорит, имя из имен Аллаха, субханаху ва-та'аля, кто А сказал, фа кадыстагасы, это говорит, просил помощи Аллаха, субханаху ва-та'аля. Все равно, что сказал, аулзабилляхи, Исмун мин асмайил, истагасы сделал, фа кадыстагасы билляхи, табарака ва-та'аля, вот один из удивительных, фату этих людей. Это мы сказали, Маанн Ахбар, двести, триста, пятьдесят, пятьдесят четвертая страница. Еще, что удивительно, много книг, которые я не знал, да, за этой своей жизни, которые пришлось читать, искать, за этот период, когда готовишься для этой лекции. Еще один удивительный фатфа. Не проявляет неуважение к иману Аллаха, субханаху ва-та'аля. И Амир и Му'минин считают, как будто преподносят, что он тоже не уважал имена Аллаха, субханаху ва-та'аля. Слушай, что говорят. Абу Абдиллях говорит, написано было на кольце моего отца величие принадлежит Аллаху, да. Она была на левом руке. Это оставляю, что он подмывался. Именно Аллах там величие для Аллаха. С этим он чистил свой нужду, после исправления нужды, это место чистил. И кольцо не снимал. И им Аллаха там было. И слушай дальше. И Амир Му'менин кто это? Амир Алибн Абиталиб. У него тоже был там узор. Что написано? Альмунку лиллах. Все это власть Аллаха Субхану Ата'аля. Это тоже было. Его в левом руке тоже инстинжа делал. Это приводят они, что не надо снимать кольцо, если даже там есть имена Аллаха Субхану Ата'аля. Этот фиқ передает тоже Китабу Аль-Вафи Китабу Аль-Вафи 69 страниц. Раздел очищения. Да. Раздел очищения. Для чего это приводит? Еще это еще власть Аль-Вафи тоже есть фатфа в 332 странице. То есть это вот книги, которые считаются достоверными? Вот это все достоверные книги. И не могут они обтридцать это. Уточним, достоверные уши они считают, что их достоверные. Но имеется в виду, что постоянно повторяют. Вот это приводит, что можно в туалет заходить с именем Аллаха Субхану Ата'аля. Ахли сунны, что говорят? Запрещено, надо убрать, чистое место оставить. Если забыл даже туалет, зашел из кольца, имена Аллаха, повернуть его вот так, закрыть. Кулак даже вот так, учат. Они с этим рукой, даже еще грязь чистят. Еще мы продолжаем касаемо Акиды, имеется в виду имя Аллаха, узор бол. Это даже ревая читать, я боюсь. Аб. Алибн Абитарв это не сказал. А так говорит Масабиху Ануар в этом книге Масабиху Ануар 175, первый хадис 319 страница там говорит, что Амир Муамин сказал то это Алибн Абитарий Он сказал Я младше, чем мой господ на два года Раб Раб переводится в прямой смысл Хозяин тоже переводится И переводится Аллах, святого, господ Я говорю, младше, чем мой господ на два года Но шииты объясняют, что это означает Это первое Толкование Именно он имел ввиду, что это господ Аллах Он не два года Имеет ввиду Два степени Первая степень, говорит, Аллах Марта Имеет ввиду Господство Тоже нет Что я обязан Чтобы существовать Это тоже нет Остальное Все У меня с Аллахом На уровне Это первое Это не я толкую Это шиитские ученые Толкуют так А второй, говорит Здесь имеется ввиду Мажаза Не прямой смысл И несказательный смысл Это имеется ввиду Мажаза Кто это? Пророк Кто это? Я меньше, чем пророк На два степени Имеется ввиду Не на два года Потому что Известно Пророк Старше, чем он На 32 года Что? Уровень пророчества И уровень Воспитания Вот этот Не нуждается Комментарий Даже эти слова Одно хуже другого Одно толкование Хуже другого Да Или же он меньше, чем Аллах На две степени То есть он не является Богом Прямой смысл Это уже Как понять После Аллаха Только два года младше Это Во-первых Это указано на то Что у Аллаха Начало есть Как минимум Если это так говорит Да Но они так Превращают Это слово Не сказал Я могу Поклясться И проклят И любопринимать Что такие слова Не сказал Но они говорят Али сказал И толкуют Как сами хотят Это То, что Для примера Все то, что там есть Привезти нам 20 лекций Не хватит Даже удивительных Фатв Мы перейдем Чтобы они могли Слушать Остальные Лучше Не слушать Напишем Наверное Тоже Для взрослых Уберите От экрана Детей Да Может Такое Что надо Писать Таямам Знаешь Что такое Таямам Таямам Если мы знаем Когда мы не находим Вода Мы Об землю Бьем Поверхность Где пыль есть Или земля Земля есть Обьем И протеряем Руки Лицо Или же Как Маза Протеряем Луки И протираем Лицо И до Локтя Руки Это Таямам Это Мне неудивительно Удивительно Что такое Пишут В книгах Я стесняю Читать Даже Человек У него Если человек Хочет Таямам Делать И был Пыль Как пыль Если пыль Была На Половой Органе Женщины Ударил туда Руки Сделал Таям Таям Получается Туда Ударил Руки Это Таям Получается Это Передает Книга Авторитетная Книга Аль-Хилли Тоже Ученый Первый том 208 Страница Кто Не верит Идите Посмотрите Сейчас Если Начать Это Разбирать Никаких Комментариев Не хватит Во-первых Из Как бы Всех Этих Положений Известно Что Когда Человек Дотрагивается До Аврата То Это Нарушает Омывение Ну Они Говорят Первый Он же Омывение Сделал Просто Тут Пыль Взял Потом Омывение Делал Омывение Не портится А второе Не всегда Там Разогласие Ученых Аврат Трогал Омывение Не портится Или нет Вообще Это Точно Не портится Мы Другие Фаттлы Приведем Какие Еще Более Хлешие Чем Это Ну Ладно Я Свои Вопросы Которые В голове Есть Я Не буду Задавать Без Комментаря Ставим Второе Голова Баб Что Намаз Не Портится Если Человек Потрогал Мужчина Потрогал Свой Аурат Намаз Не портится Не Омывение Не портится Даже Немножь Женщина Не Мужчина Это Здесь Можно Сказать Какой Проблем Нет Амин Не Причем Проблема Проблема Какой Мас'ал Приводит Абу Абдуллах Спросили Я Сказал Мужчина Играет Своим Пловым органом Во время Намаза Во время Намаза Другом Местном Играет Своим Пловым органом Я Батул Своим Пловым органом Во время Фард Намаза Что он Сделал Там Ничего Просто Игрался И Дотронулся До Своего Органа Ничего Нет Намаз Не Портит Не Амин Не Портит Может Есть Какое-то Толкование Через Одежду Или Сейчас Другой Поведим Чтобы Мы Узнали Что Это Не Через Одежду Потому Что Этот Мужчина Хочется Хорошо Просто Подумать Это Мужчина Мужчина Если Женщина Это Тоже Передает Васалю Шиа Седьмой Том Страницу Пока не Забыл 283 Страница Второй Том Что Мне Говорили 9350 Хадис Ривая 9352 Ривая Передается Тоже Тоже От Джафара Садик Ему Спросили Женщина Уже Почувствовала Намазы Что У нее Месячные Пошли Что Надо Делать Тут Хилья Да Прямой Привод Там Натрясует Свою Руку И Потрогает Там Если Там Увидела Что Кров Останавливает Намаз Если Нет Продолжит Свой Намаз Вот Это Доказывает Что Там Тоже Не Имеет В Через Одежду Потрогал Вот Фатва Как будто В другом Местном Нет Такой Фикхи Этих Людей Потом Они Ищут Ахли Сунны Какая-то Ошибка Чтоб Найти Здесь Кто-то Что-то Сказал Если Вернулись Шарха Этого Хадиса Не Было Ничего Удивительного Что Такое Касаем Намаз Тоже Об Абделя Спрашивает Тоже Вася Решия Седьмой Том Девяносто Три Тридцать Три Номер Хадиса 278 Страница Он Там Ему Спрашивает Я Молюсь И рядом Проходит Моя Рабиня Жария Намаз О чем Он Думает Когда Проходит Я Обнимаю Иногда Он Говорит Ла Ба Не Только Ничего Не Будет Ла Ба Вот Эти Люди Говорят Что Это Мазаб Алибн Абиталиба И Имам Алибн Абиталиб Чисто От Таких Фатт И Все Имам Тоже Они Чисто От Таких Фатт Как Было Как Чисто И От Креста Тоже Альхамду Ллях Раб Раб Али Али Может Быть Мы Не Успели Многое Разобрать Но Даже Этих Небольших Примеров Хватает И Иншал На Следующих Передачах Мы Продолжим Рассказывать Об Удивительных Фаттвах Шиитских Ученых Если Всевышний Аллах Даст Нам Силы И Возможности Мы Постараемся Сделать Шиитов Что Мы Приводим Слова Каких-то Сектантов Заблудших Людей Или Новообведенцев Все Это Как Шиит Говорит Самые Авторитетные Книги В их Течении Ученые Которые Признанные Ученые Поэтому Мы Постараемся И в дальнейшем Так же Продолжать И Знакомить Как Сунитов Повторяем Так и Шиитов С Фетвами В области Вероубеждения И в области Фикха Если Всевышний Аллах Даст возможности Встретимся На следующей передаче Саляму алейкум Варахматуллахи Ва баракат